Переважная большинство пассажиров громадского транспорта используется масками. Такий вывод можно сделать по выниках мониторинга, который проводят сотрудники Центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. А про то, в автобусах и тролейбусах сегодня проводится обовязковая обработка салонов дезинфицирующими средствами. Правда, сказать обезумовным выполнением суперэпидемических мероприемств на транспорте – покуль не льга. Ситуацию ознайомились наши корреспонденты. Рейды по мониторингу выкананья патрабаванья у правилов по профилактице коронавирусу супрацовники Дзерж Санагляду проводят что день. Зараз на Гомельшине нема ни одной транспортной организации, где ситуация не знаходится на постоянном контроле. У парауна не с так званой першей хвалей ситуация кардинально изменилась. Коли весной порушения отзначались на полове проверенных предприемств, то зараз только на кожным пятым. Причим изменился характер порушения. Раней специалисты Дзерж Санагляду отзначали отсутный сродков индивидуальной аховы и дезинфицирующих сродков. Зараз у всех это есть, а линии зауседа выкаристовывается. Чаще нарушения нами выявляются у частных перевозчиков, которым необходимо уделить больше внимания вопросам проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий. Проводить дезобработку контактных поверхностей на конечных остановках не менее двух раз в сутки. Проводить влажную уборку салонов автомобилей с применением дезинфицирующих средств. Контролировать, чтобы применяемые Д-средства и антисептики обладали подтвержденным действием в отношении вирусов. Бадай наибольшь небеспечным сёння можно назвать громадский транспорт. Для супрацепидемичной опрацовки салона у Гомель Абл Аутотранс набыл для своих предприемствов 29 генераторов холодного туману. Ясше пять выкаристовываются у Гомельским троллейбусным парку. Зараз обмерковывается махчимость опрацовки гэтым обсталяваням ясше и маршрутных такси. Тут есть некоторые нюансы на кшталт оплаты за оказание такой послуги. Али, в принципе, быта невыращаемая. Если такое решение будет принято, то мы готовы не только осуществлять предрейсовые медицинские осмотры, но также и проводить дезинфекцию генератором холодного тумана все автобусные маршрутные такси наших частников города Гомеля. Также я хочу сказать, что и по информации водителей, кондукторов, и при нашей выборочной проверке особое внимание уделяется, что пассажиры общественного транспорта стали в основном носить свои маски, чего раньше этого не замечалось. Актуальным супротепидемичный режим з'является и для водителей такси. Отмавляться от пассажирских перевозок нельга. Урештег это заробки компаний и непосредно таксистов. Але рызаковать здоровьем так само никто не сбирается. Пассажиры, які не выкаристовуюць маски, аж ше сустракаюцца. Але, звычайно, ситуация выращается пасля просьбы не порушать правилы профилактики ковида. Мы требуем от пассажиров, чтобы они одевали маски, естественно. Ну а если брать процентов, ну может процентов 5, которые люди не одеты в маску. Люди сознательно, я смотрю, как ввели вот это обязательно, ношение масок. Да, повезем. Повезем, конечно. Это наши любимые клиенты. Мы их обязаны как бы по заказу привезти до точки назначения. Ну, как бы, можем даже вот у нас лежат запасные маски, можем предложить маску как бы одеть.